приветствую всех любителей аквариумистики сейчас хотел бы показать свою ферму на каком этапе сейчас нахожусь я решил автоматизировать полностью этот процесс ухода за аулафорусом и за трубочником изи здесь в этом контейнере у меня находится аулафорус губка плавает на куске пластика на рамки пластиковые эти губки точно также плавают я полностью ушел от использования поплавков в контейнерах здесь у меня сейчас уровень воды регулируется не с помощью контейнера на с помощью сообщающихся сосудов он там установлена помпа которая выкачивает воду вот этот аквариум сливной сейчас под этой трубкой покажу вот в этот аквариум здесь у меня перегородка вот стеклянная и дальше слив в канализацию вот под этой стеклянной перегородкой находится дурный фильтр и мелкий грунт пропанты еще что-то лаватом и так далее то есть билл билл загрузка скажем так биологическая фильтрация и вот в этом же аквариуме здесь установлен теперь поплавковый клапан который по белой трубке забирает воду из аквариума находящиеся выше и так сейчас получается какая сети как будет меняться вода не включу сейчас мы все увидим вот сейчас цель была такова сделать все от одной розетки вот сейчас в итоге вот эта вилка по таймеру может автоматически хоть сто раз в день подменивать воду вот от этой вилки запитана сразу несколько помп вот на вот этом удлинители скажем так 4 помпа две помпы выкачивают отсюда воду одна помпа поднимает воду с аулофорусом которая сливается одновременно эта вода подается к дафни на второй этаж ну на третий получается и дальше уже по этим контейнером вода переходит по шлангам в вот этот шланг сообщающийся сосуд получается сюда переходит а здесь я установил помпу дополнительно сейчас когда включу вы поймете для чего она а здесь у меня вместо поплавка я поставил шланг сливной и поставил еще немножко повыше заборную трубку сейчас синяя видно вот синенькая трубка чтобы повыше уровень воды был сейчас я покажу как все это будет работать в итоге перелив у меня отсюда резервный так сказать слив уходит в малявочник где сейчас уже пятидневные пять дней назад нерести ли зданию здесь час их мальки живут я их ничем не кормлю все что нужно они здесь находят себе и так здесь вот это дафни сейчас там аулофорус скопился и вот малюк малючки да не уплавают уже во всем ну что начнем делать подмену сейчас я вручную включу таймер начинается выкачивание воды из аулофоруса и из трубочника с помощью тех двух помп вода выходит в этот отсек вот этот отсек вот сюда по шлангам шланги установлены не до самого дна чтобы не осушить случайно воду у мальков вот здесь потому что когда выключится помпа если в шлангах будет вода то это вода обратно начнет заполнять эти контейнеры собственно в этом вся идея что почему я ушел от поплавков сэкономил поплавки и в итоге у меня всего один поплавок остался в этой системе вот здесь получается сейчас вода откачивается я пока сделаю паузу а нет давайте посмотрим сейчас что дальше еще делать параллельно с этим откачиваем воды у аулофоруса помпа поднимает воду вот сюда в этот контейнер сейчас я выключил здесь свет чтобы вам лучше видно было ну чтобы мерцания не было вот сейчас там видно помпа закачивать воду сюда лишняя вода обычно она сливается вот здесь вот в перелив уходит сейчас сюда ничего не сливается она самотеком идет вот сюда а здесь чтобы уровень был разный между вот этим этим я сюда и поставил еще одну помпу которая сейчас сюда дав не перекачивать то здесь идет интим интенсивная подмена воды у давний что тоже благотворно сказывается на их выведение получается большая часть воды сейчас не возвращается к гупешкам из от аулофоруса а она перекачивается самотеком вот сюда отсюда помпы отсюда лишнее уже сливается к малькам данилу дальше идет он там сетка чтобы мальки суда не попадали к малькам гупи потому что мальки гупи могут их съесть мне один малек туда попал я даже не понял как он туда попал в общем его съели в этом не вижу в общем и все вот сейчас я пока сделаю паузу и потом продолжим когда уже вода полностью сольется с этих контейнеров пять минут на это уходит час прошло еще несколько минут получается показываю как идет процесс слива дафни здесь перепад высот вот такой шланг переливную вот этот 14 миллиметров в диаметре снаружи внутри 12 и вот этот перелив как сейчас начал работать вот этот синий перелив у меня сейчас идет к малькам гупи вот сюда вот эта сеточка отлично справляется задача с отделением больших мальков от маленьких получается не переходят туда мальки отсюда да и не только мальки даже мелкие дафни не уходят все сейчас заканчивается слив надо отключить вот здесь я отключил слив воды меня стоит таймер на пять минут сейчас благодаря тому что вот этот уровень воды вот этот уровень воды где находится шланги выше чем этот уровень воды у аулафоруса и получается с тех шлангов вода обратно начинает самотеком переходить и заполнять вот эти емкости вот уровень воды который будет здесь в итоге задает вот этот поплавок на этот поплавок у меня берет старую воду из аквариума тоже самотеком получается по вот этой белой трубке вода сюда и подается еще я параллельно с этим процессом когда идет наполнение здесь чтобы не осушать слишком сильно вот этот гупятник так как вот здесь поток очень маленький идет через поплавок через вот этот тоненький шланг тоже мизерный поток а вот эти шланги которые переливные обратно сливают в помпы они очень большие вот видите он уже воздуха нахапал этот шланг все наполнение помпа наполнение контейнеров остановилась из-за этого одного из контейнеров поэтому я параллельно с этим процессом одновременно включая помпу которая у меня держит уровень воды в аквариуме за эту стену то есть держит уровень воды вот здесь сообщающийся сосуд с вот этим аквариумом где установлен поплавок я включу эту помпу она у меня находится в самом аквариуме в 500 литров здесь и слив из этого аквариума у меня идет по вот этой зеленые трубки большой вот сюда же не купишь книгу пешком в заключительный сливной же отсек где собственно и вот эти вот шланги на того форусы от трубочника находится ну и вот сейчас началось заполнение этого отсека сливается вода из аквариума идет переполнение соответственно по зеленому шлангу она стекает сюда старая вода получается я пять минут откачиваю воду отсюда и потом 10 минут закачиваю грязную воду из 500 литрового аквариума вот этот аквариум и автоматически они получают сюда переливаются но так как я поздно включил у меня вот эта трубка сейчас завоздушилась от аулафоруса я сейчас на несколько секунд буквально включу сейчас увидите как воздух выйдет вода заполнилась и все я выключил все перейдет самотек вот он уровень в гупятнике гупешек сейчас старая вода и аулафоруса сейчас будет заливаться к нему старая вода а уже когда я выключу сливную помпу с 500 литрового аквариума уже окончательный уровень воды задаст меня вот этот поплавок этот поплавок задаст уже окончательно уровень воды которая кстати легко могу так настроить выше поднять уровень ниже опустить я ориентируюсь по высоте вот этих контейнеров насколько можно вот эти отверстия чтобы мне желательно не были в воде чтобы не дай бог когда-либо они не потекли вот сейчас очень быстро в течение 10 минут заполнятся эти емкости вот это уже почти заполнилась она ближе находится и меньше сопротивления шланга там чуть подальше поэтому подольше да и помпа разная здесь помпа стоит маленькая китайская здесь помпа стоит аквариумская она выкачивает быстрее и поэтому я выход у нее задушил соответственно она закачивает обратно воду самотеком медленнее стал чем вот эта помпа ну на закачку не неважно мне главное чтобы они одновременно более-менее одновременно откачивали вот чтобы не получилось что одна помпа без воды там маслает можно делать не одну подмену до того до самого дна можно сделать две подмены в день но не по 5 минут допустим а по 4 минуты тогда точно ни одна помпу не будет хватать воздух но пока это я настрою что пять минут не достаточно было чтобы не осушить вот эти емкости полностью даже задача не столько осушить сколько чтобы помпа не хапала воздух иначе она потом гудеть начинает и плохо начинают работать по аулафорус и еще мои наблюдения когда вот эти испытания сейчас начал делать очень много подмен воды было и в итоге аулафорус у меня не столь эффективно не столь охотно накапливался на стенках видимо вода чистенькая воздуха хватает и он даже предпочитает лежать на дне против колобочки это я уже участниками собрал тоже вот здесь недавно покормил он здесь был его покормил он ушел видимо как будто он наелся и пошел в губку то есть когда у него хорошие условия он не сидит на губке и не вылазит со стенок достаточно ему комфортно находиться на дне сейчас даже эту за губкой взять там посмотреть он там колобки лежат ну и да не очень про них тоже посмотрим получается пятый день сегодня после нереста второго числа они нерестили сегодня 7 может увидим их здесь очень много корма но они естественно крупную давнюю съесть не могут но они находят себе здесь калавратор всяких вот малют на мой взгляд они себя чувствуют хорошо самое главное очень упрощается весь этот процесс с инкубацией считая можно даже во время инкубации вот сюда поставить их положить икру в сачок и все и собственно до уведения малька потом волюк выведется выпустил его сюда и все и пускай он тут сам живет вон они скопились мальки под поверхность уходит гупешки тоже отлично себя чувствуют мальки гупи там у них тоже еда есть существенно убавилась надо будет наоборот сделать больших сюда мальков маленьких туда сейчас я уже не буду этого делать потому что эти мальки очень мелкие легко повредить пускай они подрастут потом для гупешки освободил уже аквариум там будет лучше на вырос вот так здесь получается уровни уже выровнялись помпа остановилась здесь тоже уровень везде один стал в контейнерах я сейчас не делаю здесь протоку вот эту которая была у меня помпа постоянно поднимала мне получается только во время подмен интенсивно получается замещается вода с этой емкости сюда отсюда сюда и отсюда уже дав не сливается малькам сюда далее она уже туда не может попадать из-за этой сеточки поэтому я сейчас глупешек тех отдельно докидываю давние в общем все пока так это все было сделано с целью упрощения чтобы в итоге один таймер у меня был на этот процесс и один таймер на подмену воды в том аквариуме в пятисотке он по-прежнему остался вот в итоге два таймера запитывают все эти помпы пять помп получилось два здесь здесь одна здесь одна на подъем вообще вот если по по хорошему можно еще еще упростить эту систему но я наверно пока не буду это делать задача на самом деле простая то есть можно будет обойтись еще более меньшим количеством помп но надо будет поменять контейнеры местами вот эти контейнеры должны быть выше чем вот эти давние да и здесь каждый контейнер должен иметь перелив следующий уровень отсюда перелив следующий уровень отсюда перелив каула форуса уже да допустим ну или наоборот у нас аулафорус был бы сверху да допустим ну вы поняли получается можно было бы одну помпу который подмену воды делает в аквариуме она поднимает воду на самый верх вода попадает вот в этот аквариум до который сейчас здесь стоит который задает воду вот этим всем уровень воды который задает вот этим всем отсюда перелив попадает в этот контейнер перелив отсюда слив попадает в этот и пошла цепочка вниз пошла уже давние и замыкает цепь уже вот этот аквариум последний в общем идей много самое главное чтобы не было потопов не было никаких последствий неудач но тоже как бы бояться этого не надо надо с головой к этому подходить всегда думайте о том что будет если у вас допустим сломается эта помпа что будет у меня если это сломается то получается там мощная помпа подает воду сюда лишняя вода сливается вот отсюда все как бы ничего не произойдет что будет если вон так большая помпа сломается в какой-то момент не запустится еще что ну а получается это вода пополняется сюда лишняя вода должна весь объем уйти в слив сейчас же часть воды получается это помпа забирает ну и как бы она помогает слив не так сильно меня наблюдал если у меня же изначально это помпы даже здесь и не было когда это помпы здесь не было то этот слив у меня получается справлялся с тем объемом воды который попадает отсюда ну и так далее по такой же логике нужно думать что дальше если эта помпа откажет соответственно не будет подмена здесь выполнена только и всего вернее даже она будет выполнена частично почему ну потому что вот это выкачает воду поднимется уровень воды лишняя сольется в канализацию а потом когда этот уровень воды будет низкий она и очень эффективно начинает забирать воду отсюда а так как отсюда сюда поступает очень мало до капель на то часть воды вот отсюда будет забираться в этот объем и сюда соответственно вообще можно было даже вот эти две помпы объединить одной помпой вот здесь в этом отсеке но нужно тогда чтобы эта помпа никогда не могла захватить воздух я так не смог сделать ну и как бы есть риск о том что все это ненадежно становится потому что но помпа захватила воздух если из этих двух шлангов соответственно она не сможет запуститься в свое время это сейчас у меня есть время допустим следить за этим до процессом пока это интересно и все а летом когда будет очень много у меня дел я не смогу за этим следить у меня летом культура гибнет обычно потому что вот эти вот подмены ежедневные но это достаточно трудоемкий процесс ежедневный и не всегда это получается сделать во время день-два пропустил все можно загубить культуру а так получается все зависит от этого таймера насколько он надежен и все зависит от надежности помп это акваель это китайская помпа не знаю посмотрим как это будет пока есть еще как это все упрощать и сделать еще более надежно я уже сказал о том как это делать но переделывать сейчас я это уже не буду пока в общем спасибо всем за внимание делитесь опытом до новых встреч